Много песен в сердце садись Но ты жертвою подлости стала Тех, кто предал тебя и врагам Снова поход труба нас зовет Мы вновь станем в строй И все пойдем в священный бой Встань за веру, русская земля Ждет победы России святыня Отзовись, православная рать Где Илья твой и где твой добрыня Сыновей кличет Родина мать И снова поход труба нас зовет Мы вновь станем в строй И все пойдем в священный бой Встань за веру, русская земля Добрый день, уважаемые гости Мы рады приветствовать вас в стенах Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки Имени Александра Сергеевича Пушкина Сегодня мы собрались, чтобы познакомиться с интереснейшим изданием Книгой известного забайкальского краеведа Члена Союза журналистов России Виталия Юрьевича Апрелкова Добрый день, уважаемые гости Я желаю вам сегодня Творческой, плодотворной, вдумчивой работы Осознание и понимание Прикосновение К истории и памяти народной Достойной, благодатной Забайкальской земли Сегодня мы презентуем третью книгу Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска И, конечно же, кроме автора Невто лучше о своем творчестве нам не расскажет Виталий Юрьевич Апрелков Ваши аплодисменты Сегодня у нас у всех большой день Потому что все мы, потомки Дех героев, которые нам оставили Вследствие не только нашей Домайкальи Но и всем нашим России В этих трех томах Рассказ о судьбе свыше 5000 человек Это ледовые казаки Кавалеры солдатских Георгиевских крестов Это отцы-командиры В том числе и такие известные Как генерал Денигин и Врангель И такие, которые Скажем так Свою офицерскую карьеру Закончили с японской пули В груди на сопках Манчжури И что, мне кажется, очень нам повезло В этих книгах Мы смогли хотя бы в первом приближении Назвать тех Кто не вернулся с полей Манчжури Это убитые Пропавшие без вести И раненые казаки Вот в этом третьем томе Мы еще рассказываем О земляках забайкальских казаков Забайкальских крестьянах Которые тоже сажались в Россию И тоже имели много георгиевских крестов Для сравнения скажу только Одну цифру Но которая для Забайкалья Должна быть очень весна Нас же всегда повечали Что на катажанский край Ничего хорошего тут по определению Быть не может А вот за вот эту войну Это была оборонительная война Против Цинской империи В 1902 году Когда на рубеже 19-го и 20-го веков В воздухе стоял Один вопрос На каком языке Чита будет говорить В 20-м веке На русском На китайском Или на японском Так вот когда мы Занятые делами в Европе Когда мы ожидали удара От Австро-Венгрии и Германии Который потом последовал Ждали постоянного удара От Турции Когда все наши резервы И возможности Были зацелены На Среднюю Азию Которая как бездонная болота Поглощала Все наши силы и средства Необходимые Для укрепления Бородоспособности резервы Тут внезапно На востоке России Разносилась гроза Которой Ни официальный Петербург Ни само наше население Оказалось не готово Мы всегда думали Что границы наши мирные И мы собственно говоря И не ждали войны Тем неожиданней Был этот удар Тем не менее Как сказал справедливый генерал Выбернатор Париамурского края Генерал Городеков На протяжении Четырех тысяч верст Российская граница От Байкала До Владивостока Загорелась И единственной реальной силой Которая встала На пути агрессоров Это были казаки В первую очередь Это забайкальские И их младшие братья Амурские И усурийские казаки Которые являются Нашими прямыми Родственниками Как получилась Такая ситуация Благодаря энергии Николая Николаевича Муравьева-Амурского Дальний Восток Был возвращен в Россию Но он был пришит На очень слабую Живую витку Всего 157 населенных пунктов В основном казачьих станиц Япония Полностью модернизировав Свою армию и флот Перевооружив По новейшим образцам Свои вооруженные силы И истратив Все свои национальные Богатства Подготовку к войне Решила Что ей на островах Тесно Ограничено Поэтому она совершила Что земли для японского народа Для его светлого будущего Можно приобрести Только на континенте И в качестве агрессии Избрала двух своих соседей Это Китай И Россию Русское приморье Безусловно Должно было встать В состав Основной империи И грозница должна была Прягать По Байкару От Китая Должна была уйти Вся северо-восточная часть Ну и возможно Все земли до Пекина Тоже рассматривались Японцами Как неотложное Право Японского народа Истров хочет иметь Своё внушение Поэтому об этом Разговаривать можно долго И рассказывать можно долго Поэтому если разрешите Я сделаю эту стихотворную форму Она наиболее лаконична И сэкономит на время Ушли деды И унеслись с собой Свои дела Как лист календаря До пыль далёких стран Куда судьбою Бросала их на службе у царя Им след теперь уже Не докричаться О многом не спросили мы А зря Как мы, деды, не стали унижаться Подачки словно Должные ли я И лишь случайно В повседневной спешке Да может быть В родительские дни Мы вспомним вдруг О славе нашей прежней О тех, кто нам просили Сохранил Герои китайской и японской войны Возвращаются к нам Возвращаются к нам В своих потомках Потому что Недаром же говорят От доброго времени Не жди Худого семени Потому что Те же воронили В 41-м И японцы в 45-м Видели АПЛОДИСМЕНТЫ Первым георгиевским кавалером Современной России Получив этот высший знак Отличия В 2008 году При отражении Грузинских наемников В Атхазии И теперь Наш землян Служит Десантной дивизии Витебской И Скажем Витебской Всковской И продолжает Славная традиция Так что уходит Живо казачество Живо И знаете О чем еще не могу не сказать Почему стало Такое возможное Что мы возродились И смотря ни на что Да мы собственно говоря Никогда не умирали И все остальные знают Как за байкасси Казаки Служили Весь 20-й век За байкасси Казаки Всегда были сильны Верой Когда Первый Верхъюнинский полк Уходил на Вторую Отечественную войну Его благословляли Два священника Это Православный священник Илона Потому что Главным было Служение Общей Родине И поэтому Казаки Их можно Отличить было Только по мере Допустим я смотрел Георгиевских Кровер Цингунжаков Михаил Иванович А он Православный Или допустим Барнаев Гармажак Цередович Это Одесский пропавший Этот тоже Православный А вот допустим Цингунжаков Михаил Михайлович Этот Буддист То есть Ну А вам я желаю Познакомиться с книгой И еще более Желаю найти Своих предков Чтобы было Что сказать Нашим детям И внукам Мы не потомки Катажа Аплодисменты Средние друзья Я с удовольствием Предоставляю слово Крайевету Александру Ивановичу Лыцис Здравствуйте Дорогие земляки Сегодня у нас Действительно События Неординарные Нас Смотрят И видят И слышат А событие весьма значило, около 1939 года. Так называемый батальон майора Булыги. Здесь вся его история, фотографии награжденных воинов. Я думаю, что воину, достающему офицеру-пограммичнику эта книга будет нужна. И еще одна книга, она редкая, очень. Военнопленная Халфинкова, уникальное издание. Я бы хотел ее оставить в библиотеке, в нашей кровавой библиотеке. Дай Бог всем нам знаний о прошлом. Дай Бог нам памяти о защитнике Отечества. И будем жить. Спасибо. Директор экспресс-издательства Геннадий Георгиевич Богданов. Уважаемые друзья, совсем коротко. Говорить о необходимости работы над такой книгой, наверное, излишне. Всем понятно, что это наш долг, долг перед предками. И мы всего лишь какую-то часть этого долга на сей день выполнили. Хочется верить, что достанет сил, возможности продолжить эту работу. И тот задуманный нами когда-то шестидомник по геройским кавалерам будет однажды закончен. Работать над этой книгой мы постоянно, каждодневно ощущаем невидимую связь с тем миром, куда ушли наши плитки. Желание продолжать начатую работу с тем, чтобы однажды, собравшись вот так, могли говорить о ней, как о законченном труде. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сюда пришли. Старо быть, все, что мы сегодня о чем говорим, для вас не просто слова. Это, по существу, кусочек нашего сердца. Спасибо вам. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что вы на прямой связи сегодня с нами регионы России. И мы с удовольствием передаем слово Национальной библиотеке город Улан-Удэр. Если я не ошибаюсь, Гармаев Владимир Доржевич с нами на связи сегодня. Прежде всего, интересное присутствие и таком интересном, скажу, повторяюсь, смещании, которое позволяет сегодня все средства информации, поводить. Друзья, братья казачьи, господа казачьи, писатели, историки, исследователи, дорогие новойкальцы. Мы сегодня присутствуем на историческом событии. Оно идет в истории новойкальцевского края и новойкальцевской казачьей войска. Мы сегодня присутствуем на презентациях книг и памяти тех, кто когда-то достойно, с честью защищал в рубеже нашей великой русской земли. Поэтому я вручить им ухожу теплом третьей степени за участие в открытом творческом конкурсе на лучшую литературное произведение, посвященное теме казачьиства, казакам, замолвайте слово. Подписали, так, президент российской муниципальной академии, председатель Союза писателей России. Ну, а мы с вами продолжаем. Что хочется сказать? Неоценимую вкладу в работу на цели книги «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска» внес главный редактор, известный кроликед, председатель Забайкальского регионального отделения российского общества историков-архивистов Геннадий Александрович Жирецов. Геннадий Александрович, вам спасибо. Спасибо. Сегодня у нас презентация книги. Про казаков говорили, про историю говорили. Я хочу сказать, как рождались вот эти книжки. Однажды я был у Виталия Юрьевича дома. Он, понятное дело, ну, рассказывает, как это все, что собирает и прочее. Ну, вы понимаете, открывает. Он мне говорит, не говори никому эти слова. Ну, я скажу, открывает простой плотяной шкаф, достает простую советскую амбардную книгу, где его мелким, четким почерком, убористым записаны все вот эти имена, вот которые вошли в эти книги, и которые еще не вошли, потому что книги будут продолжаться. И когда я увидел это, я говорю, ты что делаешь, ты почему вас, ну, не должно такое быть. Это должно быть достаем не только твое личное, это всех, всех должно стоять. И вот с этого момента, хотя он уже четверть века до этого занимался вот этой темой, началась рождаться вот сама вот эта книга. И вот тогда родилось вот наше согружение, вот которое вот, вы видите, во главе, вот представьте, несется тройка, это коренир, конь, да, это вот Виталий Юрьевич, да, и две престижные лошадки по бокам, это Геннадий Георгиевич. Значит, ну вот он тут скромненько выступил, но я бы еще добавил к его речи вот в отношении его. Это такой замечательнейший человек, это координатор вот этих всех дел. На его площадке мы собирали вот неоднократные коллеги, спорили до кропоты, потому что это кажется, что сейчас сердце ровненько-гладенько, да, не все просто так рождалось. Ну и понятно, у него материальная база, за это вот мы благодарны, вот именно Геннадию Георгиевичу Богданову, что вот эти книги вышли и еще будут продолжаться. Ну а он сказал вот такие замечательные слова, когда вот мы собирались. Давайте сделаем такую книгу, чтобы не было стыдно перед Россией. Понятное дело, ее теперь уже приятно взять в руки, полистать, да, но и содержание в ней, какое содержание. Ну а моя роль, вот, скромна в этом отношении, в этой книге, потому что я себя причисляю к таким людям, которые когда роль закрыл, рабочее место убрал, да. Занимался компоновкой вот как материал, то есть что, ну и в частности. Я вот и предложил, и вот тоже у нас в спорах это все решалось, и потом вот Виталий Юрьевич поддержал. А давайте-то сделаем вот из тех имен, которых он находил в капитульских списках, в архивах государственных, Москвы, Ленинграда, значит, чтобы мостик перекинуть сегодняшнему дню. Он уже вот сегодня говорил в своем выступлении о том, что он награды в Отечественной войне играл в свою руку. Таких примеров он может назвать сколько угодно. И вот мы наложили вот эти списки, на списки, которые публиковались в книге памяти жертв политических репрессий, пришли в ужас. Мы в ужас, потому что имена одни и те же. И вот благодаря этому, из простого списка, имя, отчество, фамилия, звание, награда какая, дата, и за что у нас биография человека стала рождаться, появилась. И мы проследили участие его во всех войнах, которые были последствиями. Вы представляете, вот человек, награжденный георгиевским кавалерами, наградами после русско-японской войны или после китайского похода, возвращается домой. Он же, такой человек в своей вот станице, его избирают во всевозможные собрания, президиум, садик и так далее. Потом его избирают, таких людей в атаманы. И понятно, что потом, когда была гражданская война, многие люди оказались и по ту сторону, и по эту сторону, в баррикад, как говорится. И впоследствии те, которые ушли за рубеж, это одни люди, а которые остались у нас в России, они же прошли что? И через Репрессии прошли. И вот здесь вот это мы показали. И здесь отразили даже имена их жжет, их детей. Потому что сейчас внуки ищут вот эти дети, это их уже родители. Они вот по ним зачастую находят. Вот свои фамилии. И еще я хочу сказать, что книга вышла, она разлетелась. Вот сейчас мы видели уже в Улан-Удэ, вот третий том. Вы понимаете? Только-только вот она горяченькая, уже в Улан-Удэ. И вот люди, вот на те первые тома, они присылают свои отзывы. Например, вот Наталья Горшинина из Бурятии пишет, вот такие слова. Спасибо за книгу от имени казаков, станица Джигинского. Джигинская, благодарим вас за неоценимый труд. Или вот Владимир Ильич Попов пишет, живу на Украине. Все мои предки были казаками из поселка Кулусутай-Борзинского района. И себя считай забракарским казаком, Гураном. Увидел книгу, словно дома побывал. И таких вот писем много. Вот когда книга пишется не ради того, что вот, сел кто-то, написал эту книгу. Это для людей, это для вас, для всех. Для нас эта книга. И книга, ну, как говорится, живет и живет. И еще я хотел бы сказать, что книга, она, к сожалению, вот эти первые два тома, касающиеся вопросов русской и японской войны, не было презентации вот этих книг. Она издалась год назад, вышла. Мы тогда в свое время побегали, как говорится, и ногами, и прочим, в администрацию губернаторов. Не получилось. Мы, значит, и к казакам обратились. Тоже не получилось. Ну и вот сейчас вот попытались, ну, как говорится, взять в свои руки вот это мероприятие, и уже нам пони уже третьего тома, все-таки и вот эти первые два тома, и этот том, значит, презентовать. И еще я хочу сказать, что книга, это побудило наших граждан, наших казаков. И вообще, ну, как говорится, общественность, заниматься историей казачества, заниматься историей своих родословных. И вы понимаете, мы прошлись здесь, в Чите, на старое Читинское кладбище. Мы примерно, ну, знали место, где раньше хранили казаков. И вот пока у нас шли разговоры, вот что здесь установить какой-то оберегист, вот в памяти и так далее. Но вот наши, все-таки, Забайгальская, наша Забайгальская глубинка нас, ну, как всегда, она пошла в хорошем смысле, это слово, в нервничество. Благодаря вот Алексею Шмакотину открылся памятник. Он сегодня об этом будет говорить и покажет вам ролик. Это же все, как говорится, замечательно. И вот тогда Шмакотин тот же сказал, что наш долг передавать эту память из поколения в поколение. Я хочу, чтобы мои внуки помнили и знали о войнах, в которых героически сражались наши деды. Ну, и еще что я... Значит, вот в этом третьем доме, вот она посвящена китайскому походу. Но здесь есть одна замечательная главка, которая рассказывает о Крымской войне. Вы понимаете, это Крымская война, это середина 19 века, когда впервые на Забайкальском казачьем войске появились первые кавалеры, георгиевские кавалеры. Это Петропавловск на Камчатке, когда отбили десанты, вот американские, французские десанты, как говорится. С Виталией Юрьевичем, когда вы вышли, два дома первые, я тут неоднократно разговаривал, говорю, ну давай, вот приближается 100-летняя дата с началом Второй Отечественной войны. Вот уже это, как говорится, в стране это все объявлено. А он говорит, не отпускает меня вот наши дальневосточные рубежи, вот китайский поход, действительно. А сейчас эта книга появилась, появилась, и впереди открылся широкий простор уже для отражения истории наших Забайкальских казаков на Германском фронте. Там планируются два дома, потому что это Ангилья имен, Ангилья, и один дом, это турецкий фронт, Кавказский фронт. Спасибо, что вы пришли, потому что сегодня вот даже вот здесь, в зале вот есть люди, которые стоят, много людей. Спасибо. Спасибо. Казахского казачества. Я должна сказать, что Виталия Игоревича я знаю очень-очень давно, еще совсем молодым человеком. В годы, там, 50-е годы, конечно, 40-х, выходит только, ну, кудрят родственных книг, которые мы прекрасно знаем, а, собственно, научное изучение казачества началось гораздо позже. большой привет и пожелание забайкальским казакам-бабратимам. И я желаю вам огромного успеха. Спасибо вам, что вы здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы его все время созванивались, мы никаких не виделись, сейчас видим, передаем большой привет. Каченко Юрий Бетрович, о чем дело Бекетова. Значит, друзья, я хочу в своем выступлении начать вот с чего, с нескольких слов. Мы уже не один раз убеждались в том, что они вместе Троя, когда эта Троица скомпоновалась, он начал работать. Мы видим настоящие интеллектуальные ценности до мирового масштаба. Это настоящие бекетовцы. Почему бекетовцы? Я слышу, что Петр Иванович пришел сюда, сотни казаков-русских, и с двумя сотнями людей развитого национального североисповедания. И остались здесь, и народ забайкальский появляется вначале оттуда. Меня, Мэр Фобеда Плотников, я представитель уссурийского казачьего войска в Санкт-Петербурге. Хотел бы обратиться к Виталию Юрьевичу. Огромное вам спасибо. Вы не представляете, как ваши произведения, особенно художественные, поэтические, популярные здесь в Петербурге среди казаков. Первый памятник казакам-первопроходцам, основателям пока поселка Богославский, а фамилии, которые я сейчас зачитаю на этом памятнике, это все Задайкальские. И фактически ему не только уссурийским казакам поставили, но и Задайкальским. Это Баулины, Зимины, Зыряновы, Голиневы, Ожевниковы, Паскухины, Соснины, Федореевы, Ширины. Я думаю, комментарии излишни. Да, внука того человека, про которого написана эта поэма, полковник советской и российской армии Павел Александрович Грусковский. Пожалуйста, полковник. Я очень рад, что действительно сегодня конференция получилась, наверное, не только наша чекинская, а всероссийская, а может быть даже и международная, потому что думаю, что и здесь есть даже представители Франции Ширины, Чук, Смечом, Чицом. Символы незаконченной жизни. Это книга раскрытая, читанная, видопытный баталл, и недогоревших свеча. Слава Богу, что есть такие видопытные циталии, как Бардан, как Живецов. Добрый вечер, уважаемые земляки, уважаемые авторы. Виталий Юрьевич, Геннадий Николаевич, Геннадий Георгиевич, Геннадий Александрович, Георгий Александрович. Очень приятно. Спасибо большое за такую книгу, потому что именно благодаря наших дедам, большому труду, человеческому, душевному, духовному труду все получается. Благодаря то, что рядом стоит друг плечо от плечо, благодаря отцам, командирам. И одно объединяет нашу Родину, Матушку России, синий спокойный небо. Спасибо за книгу, за наших дедов, и чтобы все было спокойно в мире. Хочу вручить автору, синий ходак, символизирующий буддизмей, спокойное синий небо. такимиIFся. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотим подарить песню, но немножко попозже. Часто приходится выступать перед такими людьми. Ситуация такая. Виталий Юрьевич, неоднократно мы общались, проговаривали по открытию памятника в городе Нерчинске. Он много мне подсказывал, много рассказывал. Но моя идея по открытию памятника была только... То, что у меня было в голове отражено именно столетию Второй Отечественной войны, которую позже переименовали Первую мировую войну, Виталий Юрьевич мне подсказал, что этот памятник должен быть не только в этой войне, а всем войнам, через которые прошли забайкальские казаки. Все, что происходит за забайкальскими казаками, для меня это родное, меня касается, меня равноют. Я переживаю все радости и взводы, которые происходят в вашем войске. Вот сегодня, слава Богу, такое действительно очень важное, радостное событие, поскольку ведь важно не только восстановление памяти, что, несомненно, является огромным вкладом и имеет огромное значение. Для меня, как для священника, имеет еще значение разрушение, которому этот мир, этот труд предполагает. Предполагает военной базе в Армении, где записано высказание президента Армении, дословно, да будет благословен тот час, когда на армянскую землю вступила святая нога русского солдата. То есть, несмотря на все те потери, которые в 1918 году не позволили использовать плоды предыдущих успехов, они создали тот образ и пример поведения, который позволяет не только современной России существовать, но и нашему стратегическому союзнику в Закавказье. Есть такие плоды? Я хочу уже лет 20, наверное, написать повесть о кусуийской конной бригаде, а потом о кусуийской конной дивизии, потому что в одних боях участвовали и желтые лампасные казаки трех полков и Приморский и Драгунский полк, который летом 15-го года русской армии вернул веру в самих себя. Летом 15-го года было сравнимо с летом 41-го. Отступали по всему фронту, казалось, германец непобедим. И Приморский и Драгунский полк в открытом бою разгромил пять вражеских кавалерийских полков. Я в своем выступлении не сказал об этом. В ближайшее время вот эти трое ребят, которые сидят там по главе, особенно Геннадий Теоргиевич Богданов, приступят к выпуску книги 1-я Забайкарская казачья дивизия в Великой войне, 14-го, 14-го года. Интересно, увлекательно. И, конечно же, нигде мы с вами не найдем столько интересного о себе, о своих предках, как вот в этих книгах. И все благодаря именно вот этим людям, благодаря авторам. Спасибо вам огромное, от всей души. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ